Гройства нам хватает для того, чтобы забрать. Селитра попадает на влажную почву, это очень хорошо, происходит связывание удобрения. Заказал на заводе Кубань Сельмарс, вот такой вот, выдвигаемся домой. Всем привет, друзья! Мы сейчас вносим аммиачную селитру, это первая подкормка по зимой пшенице. Сорт Еланчик у нас здесь. Почему я здесь стою? Потому что мы сейчас изменили настройки курсоуказателя, сделали ширину захвата чуть больше, на 23,5 метра. Это ширина опрыскивателя у нас с небольшим перекрытием. И вижу, что все нормально. Селитра долетает и перелетает. У нас здесь получается перекрытие. Так, что вкратце могу сказать. Предшественник здесь у нас была кукуруза, как вы видите по остаткам. А вот, собственно, у нас ситуация по зимой пшенице. Листики у нее сейчас обморожены. Потому что осень и зима у нас были достаточно сухими. Зима, на удивление, бесснежная. Снег был здесь всего лишь один раз. И я думаю, что не более 3 сантиметра. Поэтому это последствия. Это последствия мышей. Можно здесь видеть, они подстригли здесь пшеницу на. Ну и вот, пожалуйста. Кстати, земля промерзшая. Вот ини чуть-чуть даже виден. Не продавливается. Ну да ладно. Влаги здесь достаточно мало. Я не замерял, какой здесь размер запасов продуктивной влаги. И так понятно, что не все хорошо с этим. Вкушение едва-едва началось. Вот. И у нас пшеница ушла в зимовку нераскущенную. Ну и вот, видите. Слегка обмерзшие листики у нас. Вот таким образом все выглядит. Морозец. Работаем мы на трех единицах. Разбрасыватель МТЗ. Яша на нем поехал сейчас только что. Я на газоне. И Сергей Алексеевич у нас блокируется. Вот такая вот ситуация. Я иду сейчас и не проваливаюсь вот по этой земле. И однозначно такой год. Довольно-таки частая фраза в сельском хозяйстве. Год на год не приходится. Или как принято говорить. Вот в прошлом году было так-то. Помнишь, пять лет назад было по-другому. Температура сейчас ориентировочная минус два градуса. Тяжело было тронуться с самой нижней точки. Потому что наши поля находятся внизу. Вот. И трогание было на гору. Там трактор мне помог. С тросом тронуться. Все. Дальше еду. Вообще без остановок. Минус один, минус два. Потепление сегодня у нас ожидается до плюс семи. Мы выехали на поле. Тронулись уже с базы в четыре утра. И в семь утра у нас уже первая тонна пошла в поле. Далековато пришлось ехать. Это у нас группа полей, которые находятся на здоровье. В значительном расстоянии от базы. Надо поздороваться со своими зрителями. Всем привет, друзья. Вот такая вот у нас бесснежная зима. Холодная. И сухая. Ну что ж. Вчера мы сделали внесение аммиачной селитры по рапсу. Норма внесения там составила 120-130 килограмм на гектар. Здесь сейчас мы вносим первая подкормка. Влазимая пшеница. Сорт еланчик. 135 примерно гектар мы вносим. Хотим дать такой стартовый рост. Основная масса азотных удобрений у нас придет, наступит на фазу выхода в трубку. Где потребление азота самое максимальное у пшеницы. Так что сегодня первая подкормка. Ну что, всем хорошего дня. Ну что, мы закончили вот эту часть поля, среднюю. И сейчас переезжаем на самую дальнюю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинает хвататься влага. Ну, налипание происходит. Вот. Но пока что пшеница колесам не пристает, не вырывается. Ну, а то, что селитра попадает на влажную почву, это очень хорошо происходит связывание удобрения. Вот. И эффективность гораздо лучше, если бы это было на сухую. Да и вообще удобрение, конечно, надо с осадками использовать. И с влагой. Ребят, газон, это вообще какой-то вездеход в нынешних условиях. Посмотрите. Это все был снег. И я еду на гору, абсолютно пустой. То есть машина легкая. Отключил антипробуксовочную систему. Потому что здесь вообще никак нельзя останавливаться. Просто бездорожье. Вот. Тяжело было тронуться с самой нижней точки. Потому что наши поля находятся внизу. Вот. И трогание было на гору. Там трактор мне помог с тросом тронуться. Все. Дальше еду вообще без остановок. Посмотрите, грязь какая. Такая четвертая скорость. Ниже нельзя. Чтобы не было больших оборотов. Раз схватил, дальше поехал. Все. Участок более-менее накатан. Сцепление лучше. Грязь отлетает от колес. Все, ребят. Мы закончили. Поехали дальше. Завтра будем кормить ячмень и сорт Алексеевич. Поэтому, кому интересно, смотрите нас дальше. Поэтому, остаемся на связи. До завтра. Обязательная процедура после полевых работ. Продолжение следует.